Долго искал Я лишь терял, испытывал боль и много страдал Ты пришел в мою жизнь, забрал мои осколки Желания мои восполнил все Ты любовью Своей Ты пришел в мою жизнь, забрал мои осколки ты не а а а и 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 милость твоя не нашла вы меня а а и и я и Субтитры создавал DimaTorzok ПЕСНЯ 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 лучше чем ничего давайте спою еще раз ничего, ничего нет лучше чем и ничего лучше чем и ничего лучше чем, лучше чем быть вот и хорошо teste лучше чем ты лучше чем ты ж users лучше чем ты ой Поехали. Обрати слезы вдаль, в красоту серый пей. Весь позор в свою славу, это можешь только ты. Из могил поднять жизнь, в лицестей собрать войско. Весь позор в свою славу, это можешь только ты. Из могил поднять жизнь, в лицестей собрать войско. 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 Из мил в наше место, критик dov Burton. Это фундамент. Фундамент то, что сейчас буду говорить. Без него мы не справимся. Без него мы утоним. Уплывем. Высохнем. Разочаруемся. Без ленош evidence. Уверимся, что все плохо, все плохи. только я хороший только я хороший только никто не заценил вот наш с тобой марка проблема все остальные у нас в общем нормальные и вы знаете вообще я думаю нагорная плод проповедь хорошо и заповеди блаженство хорошо просто теологи часто мешает начинается на столько ереси сегодня расплодилась и начинается но это я прям слышал от одного парня хорошего сейчас не все хорошо но он говорил что молитвы очень наш мы не читаем в некоторых церквях если не читают то плохо крайне сюда и какие заповеди блаженство какая в нагорная проповедь это все было до голгов все было до распятия ну тогда надо перечеркнуть всю библию и все только после распятия то есть по сути евангелие все убрать евангелие убрать до распятия вот и только вот последний там главы распятие и деяние и пошло вот так вот мы часто купируем слово такое непонятное обрезаем бога ограничиваем и есть хорошее хорошее место писания хочу сегодня быстро осветить одно это не будет себя нагорная проповедь все будет хорошо но здесь очень-очень небольшой текст это матфея эта глава это глава 7 стих блаженный кто милостью почему потому что они помилованы вот но вообще милость истина встретиться влобызаются халилюя милость милость бог милующий взаймы дающий много о милости горы сдвинутся холмы поколеблются а милость моя не отступит от тебя вот не удивлюсь если бог говорил это именно в тот момент когда ты совсем кончено и время было не этичную фразу когда ты принимаешь косяк вообще блин и в этот момент открываешь писание вместо того чтобы там там будет страх скрыжет зубов страх тебе дух ты читаешь горы сдвинутся холмы поколеблются а милость его не отступит от нас давайте за это прославим бога это писание друзья сила моя тебя буду воспевать ибо мой бог заступник бог милующий меня до этого я читал исайя 54 10 исайя 54 10 а сейчас псалом 58 18 58 18 58 11 я знаю я точно знаю сейчас помню фильм из солдатики в первую мировую зашивали но пусть вторая мировая это советское время там уже может кто-то и носил что-то из псалтыря но это как бы могли знаешь если даже пуля вражеской не убил эту свои бы застрелили за ношение библейских стихов поэтому первая мировая война белогвардеец не не белогвардец это позже так гражданской белогвардеец и в гражданскую и уже они были все верующие в основном даже это же белогвардеец с коммунистами воевали вот и первая мировая война да вот вот это вот я я просто значит это место писания ну и живые помощи дата с салон 90 но это такой же помощи не одна моя одногруппница здесь когда я в кемеровском кульке учился горелла я все понимаю не принимают эту молитву вот очень наши очень наши я говорю как я сначала я говорю какие очень ну вот молитва есть такая самая известная самое важное очень очень наши я говорю отчина что ли это чуть неправильно читаешь я говорю так это про отца отец наш отче наш мнение говорит у вас неправильная вера вы не правы все кто ходить вы не знаете у нас очень я буду да мы все к тем отцу поклоняемся а вы в правильной вере отчам поклоняйтесь потом и правоскал что пухать плоти пухать очей гордость житейская но она ничего не поняла не буду терпеть исаи 49 10 не буду терпеть голода и жажды и не поразит их зной солнце ибо милующий их будет вести их и приведет их столом 58 11 бог мой милующий меня предварит меня бог даст мне смотреть на врагов моих и наверно очень важно это псалом 102 13 отцы если у вас есть проблемы сегодня с детьми с подростками есть такие вдруг ну вдруг кто-то в основном все же супер-пупер ой вы знаете когда все супер-пупер это наверное все таки в небесном иерусалиме это все таки не здесь не на земле это скорее всего фейк не верьте потому что но там где жизнь там где люди супер-пупер не может быть но есть надежда что будет и вот мы все сидим и ждем и когда-то мы дождемся я верю что я буду там давайте прославим господа за веру что мы будем там покричи ему но пока мы не там и пока мы здесь если вдруг здесь есть отцы и матери здесь про отцов у которых сыновья бунтуют здесь написано в салме 102 13 как отец милую сынов так милует господь боящихся его как бы написано что господь милует боящихся а отец просто милует сынов блажены милующие ибо они что верните это место писания еще раз она сегодня центральная это матфея 5 глава 7 стих здесь мы говорим о двух словах милость и помилование моя проповедь не так о милости как о помиловании поэтому без юриспруденции никак сегодня помилование акт верховной власти обычно главы государства полностью или частично освобождающие осужденного от назначенного или могущего быть назначенным впоследствии наказанием либо заменяющий назначена ему судом наказание более мягким ну не расстрел а 50 лет и человек радуется серьезно после этих фильмов причем это это действительно была такая это была действительно такая экзекуция это какой-то знаете это очень странно но это правда то что мы видим действительно фильмах когда человека ставят на табуреточку подводят голову к петле и там стоит какой-то глашатой открывает вот эту бумажечку и говорит именем короля связи с преступлениями объявляется помилование я думаю если человек еще не умер до этого времени может же сердце хандрашка схватить уже там еще видеть такие кадры да и он уже господи зачем уже все уже попрощался ну я просто актером себе представлен таким и который уже все но помилование это конечно в нашем понимании если мы понимаем да то господь не сменил тяжелое наказание на более легкое наш христос помиловал нас полностью мы за это прославим его он нас помиловал вот не буду сейчас экзамен тут устраивать по теории государства права так хочется спросить как давно как давно институт помилования был придуман в уголовном праве это еще законы хаммураппи и япония как сегодня подумал павелон да правильно то есть это еще давно это давно это еще с древности то есть это еще тогда когда говорили око за око и зуб за зуб уже тогда было сказано возлюби ближнего своего как самого себя помилование это полное полное освобождение осужденного и первое что нужно здесь сказать это очень важно что давайте скажем слово полностью то есть если мы говорим сегодня не о уголовном праве разных стран если мы говорим о библии если мы говорим о библии то вот в этой книге полное освобождение виновного так вот давайте немножечко еще раз об этом более глубже смотрите то есть а помилование это не прекращение уголовного дела вот смотрите это очень важно я правильно говорю помилование это не отмена наказания в зале суда вот что очень важно то есть надо вынести приговор надо назначить наказание смертной казнь а потом осужденный который то есть доказано что он осужденный потому что если в процессе судебном доказано что он невиновный там помилование быть не может потому что наказание быть не может вот что важно здесь возникает один момент а некоторым людям не надо помилование не надо они в нем не нуждаются потому что они в зале суда пытаются доказать что они невиновные праведность наша как испачканная одежда всем облуждали как овцы каждый совратился то есть смотрите даже это более глубоко и это наверное прежде всего даже причина почему люди не приходят ко христу смотрите вы скорее всего многим проповедовали ваши родители да могут быть состояние они не могут признать свою греховность то есть мы даже слышим иногда но я не хуже других он другие вон хапают вот это вот мои родственники знаете хапают и не нахапаются а я чё я чё я только в корзиночки взяла и унесла так что мне все нормально это вот я сейчас про своих родственников я просто вспоминаю тетю как она мне все говорила вот да игорь мы с тобой пионерили у пионеров апельсины но по ведерочку мы же с тобой не воровали как на государственном уровне я помню прям тетю надю посадил я и проповедовал я знаешь когда приходишь богу все проповедуешь кстати вот странно да вроде причем смотри когда ты приходишь богу у тебя нет ощущения что тебе ничего не прощено когда ты приходишь богу у тебя ты вдруг понимаешь что тебе все прощено вы так покаялись у меня так было и вот когда тебе все прощено ты бежишь проповедовать а если не бежишь проповедовать наверное ты перестал верить что тебе все прощено очень важный момент в помиловании очень важный момент чтобы помилование пришло в нашу жизнь чтобы помилование дали не заключенному неправильно осужденному осужденному чтобы тебя помиловали тебе нужно признать что ты виновен написать ходатайство царю батюшки этот блин царь батюшка будет молчать до последнего пока те не поведут на виселицу это может быть объявят помилование наш бог не такой халилюя но принцип остается один и тот же милость приходит там милость приходит там где я признаю где я признаю и часто я заметил последнее время люди какие милости нет моей жизни так милость приходит тогда когда ты в ней нуждаешься и второй момент очень важный он для нас это суть проповеди мы должны быть милующими почему если мы будем милующими то мы будем помилованы милость это качество которое должно прийти к нам с рождением духовного человека то есть с рождением свыше с рождением свыше блажены милостивые ибо они помилованы будут без переживания его милости я все-таки думаю и здесь я вообще понимаю так что это были пророческие слова без жертвы без голгоф и без креста пережить милость невозможно и стать милующим невозможно и так еще одна мысль почему мы не милуем мы не пережили милость почему мы не можем помиловать почему мы не можем миловать да то есть христос был наполнен милостью потому что милость это сущность господа сущность господа но есть один момент да есть один момент а только пережившие милость могут быть милостивые пережившие милость поэтому нам и и нам нужно иметь сердце отца вот вы знаете мы так много с вами до дыр говорим об притче об отце о сыне блудном о старшем брате да почему отец ждал и почему отец простил потому что он был наполнен милостью он слишком долго ждал поэтому когда пришел блудный сын он не смог уже сдерживаться и иосиф очень долго ждал встречи со своими братьями и там написано уже не мог сдерживаться вот если ждем если про наполненным милостью то с каждый раз когда блудный сын вернется и когда братья попадут продавшие те предавшие тебя посадивший тебя в яму то ты уже не сможешь удерживаться там написано бросился к ним на шею и я но сначала сначала он сказал что я брат ваш ваш там была немая сцена потом они они целовались вот потом пришел старший брат осудил не понял отца почему старший сын не понял отца почему старший сын не проявил милость потому что он не ждал заблудившегося сына вместе с отцом у калитки он пытался быть хорошим парнем то есть по сути не пережив милость не осознав что мы все заслуживали когда-то с вами наказание смертной казни но пришла великая милость друзья мои мы перестаем миловать мы перестаем прощать мы становимся железными становимся каменными мы становимся твердыми мы становимся черствыми только по той причине только по той причине что мы забыли о великой милости господа и чтобы не забывать давайте его еще раз послали он всех нас простил все мы блуждали конечно триумф триумф милости это слова иисуса прости им господи ибо они не ведают что творят то есть ты знаешь милость она может приходить тогда когда ты очень сильно искренне в сердце осознаешь что человек до конца часто не понимает потому что зло боль которую могут к нам приносить люди они приносят только в той причине что сами не освободились от боли и помочь помочь мы можем только будучи свободными в эти вся проблема в том что очень часто люди наполненные болью пытаются помочь тем кто находится в боли и это не приговор это как как просто как сожалению христос говорит не может слепой слепого вести оба упадут в яму врач ты сначала себя исцели то есть это очень важно иосиф помог братьям а будучи ими предан и продан и оси в данном случае является шикарным прообразом христа потому что христос будучи предан заплеван значит там забечеван распят помог всем обрести спасение иосиф купил дорогой ценой своей своей своего своего вот этого пути сидеть тюрьме там все да но он 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 получил не нечто помазание от господа помазание власть но многие вещи получил от господа чтобы братья не умерли с голоду чтобы те которые его посадили в тюрьму в темницу в ров он их кормил и ось а эту другая немножко брата иисус который кормил лечил исцелял а его распяли и предали даже а он сынок не пришел и говорит вы примите силу и дал им помазание и власть кому дал власть вообще он кому дал вас я даю вам власть кого предателям дал этому петь и дал который в показаниях путается то знает то не знает когда все нормально иисус на коне или на осле то и и петр на осле а потом под ослом и все прочее потому почему потому что ну классно когда иисус тревоги а потом крестный путь а иисус встречает и петр такой же любишь меня то когда любишь в каком месте любил когда предал меня любишь пасе овец моих в этом в этом любишь пасе овец моих очень много ребят пасти овец это 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 призвание пасти овец понимаете мы очень много говорим можно своими руками делать для господа вот говорит там бабушка делала браслеты слушайте если вы сейчас мне скажете а можно и вы искать выбор есть вместо того чтобы каждый день выслушивать людей молиться за них встречаться с неадекватом прорываться с ними сделать тысячу браслетов таких вот его ингрессионных вот закрою скажу никого не видеть один буду делать бабушкой стал уже но пасти овец это не браслеты делать хотя нет ничего этом плохого а это 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 пасти овец и петр все равно прошел этот путь и иисус дает вот эту привилегию потому что пасти овец это привилегия мое время легко это 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 почетно нет ничего почетнее пастор быть пастором а быть пастором это 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 идти путем христа иди путем христа это кормить поить и распни и если имеем природу христа то в этот момент говорим простим господи они не ведут что творят они наполнены болью им нужно помочь иосиф уникальность его была не в том что он простил братья он бы не успел их простить знаете уникальность его была в том что он успе что он в свое время не захлебнулся от боли потому что если бы он где-то на каком-то этапе где его опорочили где о нем сказали что он там изнасиловал кого-то или сделал что-то неправильно если бы в этот момент он наполнился колоссальной болью то потом когда уже пришла 100 серия когда надо прощать братьев братья то есть кого прощать а кому прощать уже нет потому что его уже вынесли вперед ногами потому что нужно вовремя разбираться с болью как бы не было больно чтобы потом помочь другим кто кто переживает боль но если мы не позволим господу вытащить эту боль и если мы не разберемся с этой болью то больной больному не поможет больному поможет только здоровье если более библейский сказать больному может помочь только исцеленный вот почему написано в евреи в 12 главе 15 стихе наблюдайте чтобы кто не лишился благодати божией чтобы какой горький корень возникнув не причинил вреда и чтобы им не сквернились многие под горький корень нам причинит вред он нас крадует он нас приземляет он нас лишает мешает божьего помазания он лишает нас воли божией потому что мы уже мы наполнены горечью там где горечь там где негатив там и начинается то что начинают многие осквернятся но вот здесь не написано что наблюдайте за другими наблюдайте за друг другом чтобы у кого какого горького корня не возникло здесь написано очень просто наблюдайте чтобы кто лишился благодати божией потому что как будто благодать уходит вот для меня в данном случае благодать милость это и потому что что такое благодать давайте так почему я считаю что это сейчас вещи одной плоскости что такое благодать это не заслуженно а помилование не заслуженно понимаете поэтому нам нужно не корни искать и бояться их вот чем дело тут же не написано что а надо корни в искать вот мы так много вот это было так много учений все корни искали все искали 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 всех вытаскивать вытаскивать все хуже и хуже а тут же написано что надо благодать что в не лишился то есть помнить первое что как много тебе прощено и второе быть наполненным этим прощением чтобы помнить к насколько сильно помилование тебя и тогда ты не будешь никого судить да ты не будешь никогда ничем не доволен и тогда не будет горечи горького корня тогда не будет исквернения потому что ты помнишь был значит барабанной дробь был значит а кстати помилование его я вспомнил сначала приговор приговор сначала оглашается алексей захаров за все хорошие дела приговорен к расстрелу через повешение раньше такие были легкие казни четвертование что-то там сдирание лёша вот прям вот мураши пошли да вот чудо вот только сказал слеша захаров все так искал бы вася пупкин даже если бы сказал вася писушин у тебя бы не пошли больше у вас его пошли а вася пупкин вообще даже у вас песушина не пойдут понимаешь а потом говорят именем короля было рассматривать и сможешь окажется какая прекрасная жизнь ты уже с ней попрощался тебя прости тебя простили быть христианином это прежде всего быть самому помилованным скажите аминь быть христианином это миловать миловать наш господь милующий и взаймы дающий то есть то есть это значит что тот который встретил стал тушить товарища требовать с него что он должен был зад он уже был простить его помиловать его просить ему все долги и еще дать вперед еще дать займы ты чё мне должен тысячу прощаю а этот отдашь когда сможешь это банки да сейчас так делают да нет банковская система не но они они это не прощают и это еще дают когда сможешь да как там иван топор там такой есть сложный еврейский анекдот который сложно понять да там эти методы когда бит топор к это дай у еврея иван спрашивает он бы но на тебе топор или рубль занятия топор он ему в залог дал да точно точно он говорит дай рубль а он как хорошо хорошо вот такой резкий доску помнить не могу рубль вернешь два отчете нет подожди дай рубль весной вернешь 2 но дай мне в залог топор а потом горит тебе сложно будет весной 2 рубля дай давай этот отдавай сейчас иваня сидит и говорит ни рубля ни топора еще один должен вспомнили вот еврейская мудрость да насколько сильно вот это примерно так как мы часто прощаем друг друга не топора ни рубля еще должен но господь он как добрый человек милует и взаймы дают и поэтому милость истина встретиться будет бы зайца правда мир там нам нужно быть милующими и это прежде всего нужно нам милость 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 тем кто обидели кто унизили кто предали кто вообще каждый день вообще жизнь богом это это высвобождение милости это это не требование закона если хочешь долгих глубоких отношений если хочешь остаться в церкви если хочешь остаться в теле это это не закон это принцип не будешь миловать и будешь копить и вот эти знаете мы знаем кто имеет взаимоотношения мы знаем вроде все нормально вроде вместе были вроде все хорошо было и вдруг кто-то откуда мы достаем эти амбардные книги скажите это сейчас же нет вот этих вот книг вот этих вот да ларис из раньше у тебя же была на пионерской это домовая книга даже жесть какая-то я же моя мама чуть сейчас есть ну извините я в деревне прописан нету ее слава богу можно было завести ее завести а я в деревне записан а в другой день что это совсем уже глухая деревья там даже амбардных книг нету но по мне видно что и деревенские жители я всегда когда открываю паспорт деревенские жители и вот сейчас современные деревенские жители есть и понимаете и мы достаем эти амбардные книги и мы оказывается вот я помню лиля а я помню лиля тысяча девятьсот девяносто пятый год мы уже знали друг друга мы же с тобой еще общались на квартире верб и юля куле сейчас просто что такое верба верба это веточка дерево такой чтобы еще на квартире верб ты не застала волю вербу ты такая молодая ходишь зубным видом вообще а мы знаем да на квартире верб же были на такой вальсилик который даже вербы сейчас не поют уж у нее но не они там один парень из них спустил я буду заниматься бизнесом я великий бизнесмен и грудь бизнесмен ты шахтер ты не даешь мне поверить мечту поверил ни квартиры ни рубля ни топора и еще должен я ничего не помню честно помню все хорошее добрая прославьте бога за нас ли а никто не знает кто такая лиля вот в афтеев сидит даже не знает с кем он сидит рядом сейчас в лице я прям у давай прям и тю 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 потому что когда мы были в кемера березовском или нам объяснял что надо открыть церковь кемерово я вообще не собирался вот или виновата открыли халилуя и как вот лиля вот каком году ты пришла церковь девяносто пятом через два года будет 30 лет 30 лиля и что вот эти 30 лет взять и перечеркнуть ты два раза сегодня милость ну сейчас мы огласим приговоров том помилуем два раза пыталась карандаш сломался да пусть у всех ломается карандаши когда они пытаются перечеркнуть то что сделал господь не перечеркивай давайте станем милость милость скажи милость а вот теперь самое главное мы веры возвращаем спасибо осенью что-то даже даже вот там наверху все в милости господи боже мой смотрите что тут написано так что с эти милостивые что какое тут главное слово скажите кто они ой помилованы вот законница сидит спасибо христианка ты моя они блажен и счастливы не вот эти блажен и нет таких блажен и все немного они счастливы это почему мы не счастливы потому что мы не милостивые потому что мы не помилованы вы же мы забыли милость потому что нам трудно белого а как только помиловали что-то лицо вчера не не такой как вчера и третьего дня милость забыл или кого-то не помиловал а как только помиловался давайте поблагодарим бога за милость кемеровская христианская церковь христа воскресшего осуществляет миссионерское служение в разных городах и странах таких как индия кения конка камбоджа таджикистан монголия тыва южная корея вы можете поддержать миссионерское служение в этих странах и стать участником мировой жатвы осуществить пожертвования очень легко на сайте церкви вы можете пожертвовать при помощи банковской карты или через банковский счет реквизиты счета указано на сайте в разделе пожертвования мы благодарим вас за вашу поддержку и участие в миссионерской работе пусть бог благословит вас